Всем большой приветик, вы на канале Creative Heaven. Очередной хобби-влог начинаю снимать, вот, в принципе, быстренько. Не успела закончить предыдущий, в принципе, начала что-то другое делать. Заполнила на еще одну позицию скетчбук свой. Расскажу немного, да, про, ну, вообще, чем занимаюсь последние дни. Это фломастеры Animal Planet. Знаете, как в фикс-прайсе были в пластиковой круглой коробке, только они были в мягком пенальчике в круглом. Я оттуда бы их доставала, у меня два набора. Один пронумеровала, также приклеила. Свои наклейки, которые я покажу чисто только на фломастере. Ну, такие вот наклейки на Алиэкспресс заказывала. Вот, потихоньку-потихоньку, сразу не спешу, все не делаю. Как-то бывает иногда моментами садишься, и только занимаешься органайзерами, там, еще чем-то, и как-то тоже выматываешься, а потом уже не раскрашиваешь, как-то нет настроения. В общем, еще одни фломастеры пронумерованные, все окей, отлично. Сегодня пойду забирать некоторые заказы. Вот, ну, если успеет один прийти, просто за одним не пошла, два сразу решила забрать. И сейчас у нас 20 число, 8 утра у меня, я начала уже раскрашивать. Здесь у меня только пока одна иллюстрация была выполнена. Планировала еще раскрасить вот эту вот иллюстрацию, но посмотрела на... Короче, видела на ютубе, что много кто тоже все это пораскрашивал. И как-то, знаете, ну, не хочется одно и то же раскрашивать, показывать. В общем, решила акварельными карандашами пораскрашивать. Это дюрер из всей моей коллекции, что у меня есть. Это акварельные манделузы, дюреры, потом голдфаберы акварельные, также еще от лиры 2 или 3, нет, там 4 или 5 оттенков есть. Вот, наверное, манделузы и дюреры два самых лучших вида карандашей в акварельной... Ну, в своей акварельной этой системе, да, так скажем. Вот, манделузы немного по-другому наносятся, дюреры тоже по-другому наносятся, но размываются оба вида карандашей хорошо, поэтому ими нормально раскрашивать. К сожалению, у меня нет оранжевых в этой палитре, не так много у меня дюреров. Ну, наверное, меньше даже, чем полихромосов. Я уже показывала не раз, да, как бы, вот такая вот у меня, считай, палитра. То есть, оранжевых вообще ни одного нету, не смешиваются они с голдфаберами. Голдфаберы чуть-чуть похуже, чем дюреры. Вот, они, к сожалению, между собой плохо смешиваются, поэтому не получается работать с того набора, допустим, брать оранжевые. А так, в целом, я довольна этими карандашами. Ими, кстати, можно раскрашивать, как и чисто размывая, и также можно, в принципе, не размывая, тоже ими раскрашивать. В общем, пока что крашу такую иллюстрацию, я не знаю, что там дальше получится. У нас последний день осени сегодня, поэтому завтрашнего дня у нас наступает зима, выпадает снег, и это уже окончательный снег будет. Хочется, честно, глазами раскрасить все. Вот сколько смотрю иллюстраций, ну, не все, но большую часть работы я бы прямо с удовольствием пораскрашивала, посидела. Но здесь многие иллюстрации на данный момент для меня слишком заморочисты, потому что уже время поджимает, как бы конец октября, да, и уже скоро итоги снимать. Ну, навряд ли я еще что-то успею здесь раскрасить, плюс много чего еще не докрашено. Сиренити так я пока что и не доделала. Осталось у меня на том же самом моменте, как я последний раз показывала. Вот. Ну да, по-моему, то же самое осталось. С сеточкой, говорю, пока еще не придумала. Я получу на днях свой подарок на годовщину и попробую теми карандашами. Они как раз такие суховатые, жестковатые примерно, но хорошо пигментированные, очень хорошо отдают свой цвет на бумагу. Попробую обвести. Ну, палитру уже там как-нибудь подберу, скорректирую и так далее. Хотя в целом, в принципе, эту сеточку можно оставить было бы и такую, она как раз уже под телесный цвет. Так. Ну, на этом пока все. То, что, все, что я смогла показать, показала. А, кстати, да, точно забыла. А вот он, который Inspiration, да, по-моему. Ой, посваливала. Здесь я выполнила три работы. На данный момент у меня из раскрашенного. Ну, маловато на самом деле. Также семь раскрасок еще не затронуты, да. Это Happiness, Мифографика Paradise или с этими замками. Сиренити вот еще не доделала. По номерам с оленем вообще не знаю как. Ну, вот заколдованный лес надо сейчас сделать. Скорее всего, полуночный маскарад и мусс этот или мистика, как-то она так называется. Ну, кейская, которую я показывала, да. Скорее всего, здесь я ничего не раскрашу. Во-первых, опять тоже. Многие девочки выбрали эту иллюстрацию, естественно, под Хэллоуин раскрашивать в этом месяце. Ну, я не люблю повторяться, как я уже говорила. Что-то слишком много в этом месяце. Очень много повторов. Все в одной тоже раскрашивают. Все в одной тоже покупают. И уже, если честно, думаешь, блин, ну, когда уже что-то разнообразное будет? И я к этому уже тоже к количеству людей отношусь, естественно, да. Поэтому вот хочу отойти в сторону что-то другое раскрашивать, не похожее на то, что красят сейчас на данный момент все. Но, да, я отойду в сторону вот этого, потому что в ноябре, да, с ноября месяца я начинаю красить зимние раскраски новогодние. Так что вот так. Ну, так как у нас уже будет как бы зима. Завтра наступает. Все. Так, ну, сегодня я немного пораскрашивала. Чуть-чуть еще с того момента, как вначале показывала. Только листву раскрасила. Ну, не знаю, как вот дальше быть. В принципе, наверное, скорее всего, лучше было бы, конечно, фон изначально сделать. Но, опять же, здесь много очень обходить. Вот я не могу. Даже вот, знаете, здесь кончик вроде в кисточке тоненький, да. Ну, здесь сейчас он не тонкий, а когда мокрый, он тоненький. Очень удобно лавировать, как бы, этой кистью все хорошо. Но все равно вот заходишь за какие-то края где-то. А акварелью... А, вот точно, о чем мы сейчас еще поговорим. У меня теперь есть средство, наверное, для, как раз таки для того, чтобы все было нормально, да, чтобы никуда не заходить. Сейчас мы об этом поговорим. В общем, постоянно захожу за линии. Здесь, кстати, протекло немного. Но, в принципе, здесь тоже желуди. Скорее всего, как раз таки тоже будет такая желтая достаточно иллюстрация вот в таких оттенках. Поэтому, в принципе, не критично. Вот. И мне Оксана Хобби подарила такую вот жидкость. Она себе заказывала. Это маскирующая жидкость для акварельных художественных красок. Ну, я так понимаю, что, наверное, она для этого и подойдет. Вот, допустим, чтобы, да, где-то по контуру тут рядом провести, чтобы не заходить за края. Но тоже будет, конечно, муторная работа. Но думаю, что можно будет с этим что-то сделать. Вообще, почитаю в интернете, посмотрю, что это за жидкость, как ей работать, для чего, что и как. Так, ну и в этом же ролике сразу покажу. Пришли мне два заказа с некоторых сайтов. Один с Алиэкспресса. Думаю, что по форме здесь уже понятно, что находится в этом пенальчике. Это у нас, хотел сказать, карандаши. И все, я вся в карандашах. Это пенал. Вот. Заказала еще один. В общем-то, по-моему, на 168. Как вот джинсовый, который у меня был. Ну, сейчас увидите. Посмотрите, сама посмотрю. Все покажу. И все мы с вами узнаем. И так далее, и тому подобное. В принципе, вот в этот раз доставкой повезло. Все хорошо пришло. Как бы быстро. Все заказы с Алиэкспресса в последние дни, которые я делала, они были по отдельности отправлены. Только один вместе совместили. Там три позиции небольшие. А так, в принципе, остальное все по отдельности было отправлено. Вот. Выглядит это так. Также похоже на джинсовую эту ткань. Вот они два пенала. Но мне кажется, что немного другая ткань здесь. А, нет, это большой пенал. Слушайте, здесь у меня три отверстия. А здесь четыре. Значит, тут побольше. Окей. Ну, тоже неплохо, нормально. Я уже даже запуталась, что заказывала. Вот. Так, здесь как-то ткань. Вот тут прям реально тканевая, джинсовая, мягкая. А здесь все-таки такая... Здесь помягче, а тут вот пожестче. Но тоже хорошая, плотная. Получше, чем мягкий тот пенал, который большой у меня показывала. Я тоже в покупках. В принципе, не так давно, да? Вот. Так, давайте посмотрим. Ну, так же ремешочек, в принципе, я не снимаю. Мои слова-паразиты, как всегда. По качеству, мне кажется, да, что он лучше последнего, которого я покупала, самого большого. Но не хуже остальных трех, которые... Ой, остальных двух, которые еще у меня были. Вот. Оно сначала немного все погнутое, но потом, когда карандашами заполняешь, конечно же, со временем все выравнивается, все нормально. Вроде бы никакого брака не вижу. Значит, все хорошо. Вот. Так, буду решать, какие карандаши сюда положу. Мне как бы много уже чего есть. И еще кое-что идет. Вот. Поэтому, да. Такие вот, короче, деления. В принципе, не новинка уже. Много кто знает. Ссылку я не знаю, есть ли смысл оставлять. В принципе, все продавцы, которые мне отправляли пеналы, достаточно хорошие. Никаких проблем не было. Три разных продавца, по-моему, у меня были. Так что, думаю, что должно быть все норм. Так. Ну и следующая посылочка. Когда мне не пришли карандаши с Jackson's Art, мало того, что я попросила отправку еще одного набора, так и я заказала еще карандашики. Здесь уже была доставка за 400 рублей с отслеживанием. Пришло примерно за две недели. Плюс-минус там. Сейчас точно уже не скажу. Такой вот конвертик. Самое главное, что отслеживался этот конвертик. Вот. Остальное уже все не так, в принципе, важно. Так. Ну и давайте посмотрим, что же я здесь заказала. О. Сейчас все достану, покажу. Это интересная покупочка. Вот. Такой вот наборчик. Сейчас посмотрю за кадром. Тут есть что-то еще или нет. Вроде бы все пусто. Кстати, пакет прикольный. Такое ощущение, что там внутри что-то проложено, чтобы не помять, не испортить ничего. Так, здесь у нас накладная от Jackson's Art, как всегда, в общем-то. И вот такие вот два набора. Ну, положили Faber-Castell, но это не Faber-Castell. И по поводу, да, речи моей насчет Faber-Castell тоже. Почему я говорю именно Castell, а не Castell? Есть разное мнение в интернете. То есть я смотрела, читала разную информацию еще в начале своего пути творческого, да. Во-первых, это фамилия, а не замок. Вот, скажите, я скажу, эмблема, да, она к замку относится. Но именно вот эта фраза, это не замок. Это фамилия Faber-Castell. Ну, правильное ударение не скажу точно. Как бы здесь тоже, здесь точно с этим проблема, да. Ну, а с мягким знаком это его фамилия. Где-то пишут просто Faber-Castell с двумя L, где-то пишут с мягким знаком. Поэтому я считаю, что и так, и так правильно. И кому как комфортно, тот так и произносит. Вот. Так что, девочки, больше не придирайтесь к моей речи. Я имею в виду именно по Faber-Castell. Вот. Так, ладно, теперь непосредственно к карандашам. Что же я тут заказала? Ну, конечно же, это Holbein. Тоже по поводу названия. Почему Holbein? На русский язык, если перевести, то это Holbein, как наши многие блогеры произносят. Американцы и другие иностранные блогеры, я лично слышала в их роликах, Holbein. Поэтому я так их и называю. Мне комфортнее Holbein, значит, я так буду говорить. Вот. Ну, Holbein мне, правда, вообще никак не комфортно. Ладно, слишком много информации, да. Давайте уж тогда непосредственно к самим карандашам. Заказала здесь уже именно портретные. Ну, в основном портретные. Очень хорошие, как бы, карандаши. Ну, мне понравились. Так, и вот они. Еще несколько. Ну, и, конечно, цветные. Не могла не заказать парочку. Здесь еще Soft White белый 501. Это, по-моему, очень мягкий. Он приходит вот в таком виде. Отличается от обычного белого. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот у меня здесь есть наборчики. Белый оттенок. Где он там потерялся? Вот такой вот. Ну, я заточу попозже, да. И мы посмотрим с вами, че к чему. Как там. И так далее, и тому подобное. Давайте я сейчас уберу раскраску. И уже непосредственно будем про карандаши разговаривать. У меня приготовлена уже для них выкраска. Я пронумеровала, распечатала все. Вот. И поэтому сейчас мы с вами сразу на камеру сюда и выкрасим. А на слою я уже где-нибудь там отдельно. Вот. Так. Ну, поехали. Так, белый тоже пока в сторону. Давайте с черного. Черный у нас 511. Это здесь. Да, я, наверное, все-таки подложу что-нибудь под лист бумаги. Иначе будет не очень, не очень будет. Вот. Так, 511. Что-то я немного нервничаю. Извините. Если что, вдруг не так. Просто сейчас такое у меня состояние подвешенное. Карандаши очень мягкие. Я, в принципе, средний нажим делаю на карандаш. Мягкие. Здесь, в принципе, сейчас ложатся хорошо. Но моментами иногда, мне кажется, на какой-то бумаге они прям, знаете, как воск наносится. И как будто очень плохо что-то мешает. То есть, ну, не знаю, чисто такие вот первоначальные ощущения. В основном я еще ничего не раскрашивала. Только в портрете один цвет применяла. Поэтому не могу сказать стопроцентно про эти карандаши. Как они мне, насколько они мне нравятся и так далее и тому подобное. Так, ну, черный мягкий и такой... Их тоже два вида черных. Это Lamp Black. Есть еще, по-моему, просто Black. Но я его не заказывала. И знаете, кстати, по цене, что хочу сказать. Все-таки набор большой купить выгоднее, чем поштучно. Поштучно я посчитала. У меня цена на них 244 рубля. Это уже с учетом каких-либо скидок. Поштучно. Если я буду покупать их только поштучно, то получится у меня 36 600 с чем-то рублей. Это без учета доставки. Если еще доставку к этому всему приплюсовать, то в итоге они на 40 тысяч мне выйдут. Вот. И поэтому, как бы, ну, я девочке советую, в принципе, если у вас есть мечта, накопите и купите сразу набор. Можно хотя бы 100 карандашей взять, да, не обязательно 150 полноценную палитру. Вот. У них есть карточки, где все написано, в каком наборе, какие оттенки карандашей лежат. Это все тоже наглядно есть в интернете, можно найти спокойно. Так, ну и поехали дальше. Следующий у нас цвет 481. Тоже где-то здесь. Что-то все какие-то дальние. Это у нас фиолетовый такой оттенок. Называется он Grape. Серый и фиолетовый, мне кажется, почему-то как-то вот... Ой, я люблю такие оттенки. Вообще мне нравятся. Да, немного вот со стандартной их заточкой. Неудобно их почему-то наслаивать, наносить. Они вот, ну как пробелы большие остаются при выкраске, вот. А когда с заточкой, я еще пока не пробовала, поэтому ничего не могу сказать. И по слоям тоже пока ничего не могу сказать, потому что у меня много слоев не получилось на данный момент. Так, дальше еще тут фиолетовый. Фиолетовый 440. Так, вот он. Я тут с ним немного тоже неправильно его подписала. У меня сейчас настроение фиолетовых оттенков, кстати. Причем, ну, интересно. Почему так? Ну вот последние дни я прям по фиолетовому тащусь. Может, я очень сильно нажимаю. Может быть, бумага здесь не очень такая, что для холбэйнов не подходит здесь, да. То есть сегодня вот как раз-таки сейчас пришли мне карандаши. Хорошо, что пришли до конца месяца успели. Я теперь пораскрашиваю хоть где-то этими карандашиками и уже пойму окончательно, какие мне нравятся, какие нет. Так, 043, сигнал red. Сейчас посмотрим, какой здесь красный, потому что с красными везде проблема. Так, 43, да, я сказала, вот он. Давайте смотреть. Ну, опять же, мне кажется, в розовинку все-таки уходит. Не знаю я. Вот нету прям такого именно яркого, насыщенного красного. Сколько бы я не покупала карандашей, пока что прям вот того красного, который именно мне нравится, не находила. Но вот здесь вот, в принципе, да, красный. Есть небольшая розовинка, но он достаточно насыщенный такой красный получается. Уже хорошо, уже что-то получше. Вот. Ну, там еще, по-моему, есть красный, естественно, в палитре. Поэтому, возможно, что есть и получше красный. Так, следующий давайте телесный посмотрим. Тогда уже это у нас 28 оттенок. Ага. А, нет, все, нашла. Думала, что нет у меня его. Вот хочу портреты пораскрашивать. Кстати, мне кажется, что телесные вот эти пастельные оттенки, они, мне кажется, как будто мягче или как-то лучше на бумагу ложатся. Но, опять же, да, если, ну, насколько мы можем знать из опыта, что... Блин, забыла, скажите, я скажу. Ладно, забыла. Еще хотела сказать, извиняюсь. Бывает у меня такое, я же говорю, сейчас немного... Сейчас немного не до этого, но все-таки захотелось отснять сразу. Вот. Так, такой пастельный. А, от пигмента зависит. То есть, некоторый пигмент ложится лучше на бумагу, чем какой-то другой пигмент. И поэтому бывает вот разница в нанесении в одном и том же наборе. Разные карандаши будут по-разному ложиться. Ой, наконец-то у меня есть для портретов от Холлбейнов карандашики. Я попробую их. И, возможно, что уже даже сегодня или завтра, там, на днях, что-нибудь пораскрашиваю этими карандашиками. Достойная покупка, девочки. Вот кто действительно... Все, что я хочу сказать, не бывает ничего невозможного. Реально, вот, не знаю, ищите возможности, ищите варианты, копите, не знаю, там, подрабатывайте, если вы хотите себе какую-то хорошую канцелярию, да, там. И в этом же ведь нет ничего такого. Если вы хотите, если вам это нужно, если вам это нравится, накопите, заработайте и купите обязательно. Попробуйте, как бы, не пожалеете, серьезно. Что Холлбейны, что Пабло, что люминансы карандаш, что Призма, что Фабер Костель, полихромсы. Они все достойные и имеют место быть у каждой из карандашей этих вашей коллекции. Так, 173-й оттенок бежевые. По цене, короче, еще, знаете, что, хотела на японском сайте их купить, ну, уже наборы из 100 штук, то есть на 150 пока не заглядывалась, вот. Но, к сожалению, как оказалось, доставляют только службы ЕМС, а ЕМС за доставку берет пол стоимости этих карандашей, вы представляете? И я такая думаю, ну, прикольно, мне тогда у Арт Нары проще купить, или на Призма Пенсилс проще купить тогда за 27 тысячах, да. Ну, как-то совсем не то что-то получается. Так, следующий еще оттеночек у нас 171-й. Ну, понятно, они все друг с другом близко, в принципе, находятся. Мало, конечно, все равно эта маленькая палитра, уже хотелось еще заказать, знаете, как бы я поднакопила денежки, у меня есть на свои личные какие-то нужды, небольшая сумма, и, в общем-то, я могла себе позволить, но пока что-то как-то не стало. Думаю, ладно, подожду еще вот этот заказ, придет, там уже посмотрим. Может быть, все-таки дождусь дня рождения и уже полноценный набор куплю, да. Так, 011-й оттенок, так, самый первый получается у нас. Это тоже розоватый. Я один, по-моему, телесный какой-то не заказала, там, не помню, как он назывался. Тоже, по-моему, что-то с бежим связано, но точно уже не помню. Вот. Ну, ладно, в принципе, ничего страшного. Так, такой вот, 11-й у нас оттенок. И последний у нас, типа бирюзового, это Ice Green 228-й. Так, 228. Это у нас здесь. Они мягкие, сами по себе наносятся, достаточно хорошо на бумагу, да. Но, опять же, тоже так же, как и многие карандаши, да хоть вы за 100 тысяч купите карандаш, если бумага для него неподходящая, он не будет на ней нормально рисовать. Поэтому, да, какие бы наборы не были у кого в коллекции, как ни крути, но бумага имеет огромнейшее значение. Вот. Поэтому, да. Ну, в общем, такие дела. Так, ну, давайте попробуем Soft White заточить вот в этой точилке. По шумулю немного, извиняюсь. Так, заточила. Это у нас 501-й, а здесь, кстати, а, это 500-й. 501-й и 500-й. Так, давайте я, наверное, сейчас попробую. Где-то же у меня был черненький блокнотик, я его нашла. Сейчас я вам тогда на черном блокноте и посмотрим с вами эти карандаши. Так, что они по размеру тут у нас? Ну, конечно, сточился больше, потому что он был не заточен изначально. Так, давайте посмотрим тогда обычный white белый, насколько хорошо он наносится, и потом посмотрим Soft White. Это вот первый слой, стараюсь сильно не наслаивать. Ну, сильно не надавливать, точнее, имею в виду на карандаш. Ну, здесь и бумага такая, знаете, гладкая, она не прям вот хорошо не подходит под выкраски все равно, так или иначе. Как бы вроде бы сухая, а вроде бы и гладкая. Так, ну и следующий Soft White белый. Да, он белее, он такой как-то в холодный, уходящий в белый оттенок, и наносится он получше, чем обычный белый. Но и тот, и тот имеют место быть, как бы и этот хороший, и этот хороший. Так что классно. Вот не помню, я у Пабло, я заказывала белый или нет. Но единственное, что вот он, да, немного как бы наслаивается похуже получается. Давайте еще попробуем здесь. Начинает скатываться, то есть вот обычный белый не скатывает, он просто проскальзывает, если уже нельзя наслаивать. А вот этот начинает, ну, такой, превращаться в какую-то кашу, знаете, ну, действительно, с воск, знаю, как-то так, короче. Вот такой вот он получается белый, надеюсь, вам все хорошо видно. Вот, это пока что были все покупки. Ну, я еще кое-что жду, конечно же, это не все мои заказы, которые мне доехали, остались несколько. Ну, я 501, наверное, все-таки здесь тоже выкрашу, потому что его, возможно, что будет видно на белой бумаге. Не факт, но может быть. Потому что после печати иногда бумага становится более желтого цвета, и белый оттенок на ней может просвечиваться как-то. Ну, видно все равно, блеск же есть, как бы, но не сильно. В общем, вот такие вот были в последнее время у меня покупки. Так, я продолжаю раскрашивать в заколдованном лесу все ту же самую иллюстрацию. Здесь я решила попробовать новые карандаши. Ну, это пока чистые наброски. Тут еще очень много наслаивать, просто уже устал, время идет, нужно идти отдыхать. Вот. Ну, что хочу сказать. В принципе, комфортно. Ну, сейчас пока что видно, что такое полосит немного, но, в принципе, это не критично. Ну, естественно, что это штрихи, как бы, вот. Хотя у кого-то получается вообще без штрихов раскрашивать. При этом я здесь не нажимаю на карандаш, то есть очень легко закрашиваю всю территорию. Вот кружочки эти тоже с легким наслаиванием делала. Это холбейны карандаши. Вот. И здесь на зелененьких листочках это Пабло. Решила два оттенка смешать. У меня их, конечно, мало, но два зеленых нашла. Вот эти вот смешала. Немного бледновато, но, опять же, это же все-таки светловатые такие оттенки. Поэтому, когда побольше палитра будет, тогда уже будет все понятно. Вот. В общем-то, шары я рисовала сама от балды. Фон тоже, как бы, он незамысловатый. Я не знаю вообще, что к чему. Здесь просто вот взяла, решила пять шариков нарисовать. И сейчас буду синим полностью закрашивать фон. Может, кто-то скажет, нафига ты какая дерзкая, да, в плане, что взяла, как его, такие карандаши и начала фон им делать. Ну, вот, решила, что-то как-то меня в голову ударило. Решила, что так сделаю, попробую. Вот. Наношу я здесь сейчас пока что основные три оттенка. Это индиго, самый темный, royal blue, вот, и grape. Но это фиолетовый, я его вот здесь в уголке наносила. Еще сверху синеньким еще раз пройдусь. Возможно, этим еще буду проходиться карандашом. Короче, здесь будет большое количество слоев, поэтому, да, работы надолго. Ну, давайте попробую, может быть, в принципе, показать, как получается здесь закрашивать. И это вот, кстати, вот эта вот вся часть настолько всего лишь-то срисовала карандаш, это достаточно экономный вариант получается. Пока что на первое, ну, то есть это первое мнение, да, оно еще такое не окончательное, не основательное, может измениться в какое-то, ну, через какое-то время, вот. Вообще у меня штриховка не чисто ровная, да, обычно как-то я ее такую вот омальную делаю в какой-то степени, ну, не знаю, мне так комфортнее, в принципе. Возможно, за этот счет сейчас так более равномерно получается, потому что в какие-то моменты начинаешь все-таки штриховать более ровными штрихами, и тогда уже полосит посильнее. То есть нажима здесь вообще нет практически, я еле-еле притрагиваюсь карандашом к бумаге, и он вот так отдает пигмент, это в принципе неплохо, вот. И что еще? Это удобно делать этими карандашами, в чем прикол. Вот полихромосы я на них немного передавливаю, мне кажется. А в этих карандашиках даже, ну, они на самом деле, они легкие, в принципе, хотя, несмотря на то, что на них достаточно большая, так скажем, атрибутика, ну, они такие плотненькие, пышненькие, но мне кажется, что они полегче полихромоса в два раза, вообще прям легкие карандаши, и даже, наверное, Пабло по, сейчас скажу, потяжелее или нет, ну, да, чуть-чуть потяжелее вот эти карандаши кажутся, а эти прям легкие, и за этот счет удобнее как-то наносить их, они, то есть можно не касаться бумаги, я вот, насколько я человек-нелюбитель наслаивать карандаши, да, не могу, прям, это, во-первых, долго, во-вторых, мне кажется, что у меня очень жесткие штрихи, не умею я их делать такие прям нежные, легкие, как многие девочки, вот, не получается, но это у меня во всем, это у меня сама по себе такая рука тяжелая, когда говорится в нашем народе, вот, поэтому, да, такая вот именно ерунда. Ну, в общем, я сначала сейчас закрашу все это вот таким синим оттенком, потом буду здесь несколько раз наслаивать друг на друга все карандаши от темного к светлому или от светлого к темному, вот, и посмотрим, что в итоге выйдет. Звезды и вот эту вот атрибутику, скорее всего, акварелью будет раскрашена интерферентной, которая от Ван Гога, сначала карандашом оттенком каким-то пройдусь, а потом буду сверху интерферентной проходиться, потому что когда на сам цвет наносишь интерферентную акварель, она действительно дает, там, эффект золота, эффект серебра, там, бронзы и всего остального, хороший блеск остается, вот, все переливается и за этот счет выглядит более симпатичная иллюстрация, вот, так что такие вот успехи в этой работе на сегодняшний день, завтра у меня трудный, ну, трудный для меня будет день, поэтому, как бы, некогда будет раскрашивать, может быть, после обеда, там, или ближе к вечеру, возможно, сяду за раскрашивание, если все пройдет хорошо, вот, в общем, я довольна карандашами, как я говорю, прям слой легко идет, я, наверное, сейчас здесь не смогу показать вам, и мы, давайте, давайте попробуем их как-то посмешивать, чтобы вы видели, как они смешиваются, да, я же этого еще не показывала, так, ну, давайте голубой смешаем с синим, наверное, здесь офисная бумага обычная, только необычно, 100, 100 сентограмм, я смешивать буду их просто вот, ну, как обычно, друг на друга наслаивая, естественно, темный цвет сейчас возьмет всю основную часть, но попробуем, нет, все равно оттенок меняется, сейчас посмотрим, что из этого получится, а бы как наслаиваю, уж не обращайте на это внимание, чисто вот так показать, как это работает в холлбейнах, поэтому вот, да, видите, цвет раз, ну, разные, скорее всего, получается, сейчас еще вот так сделаю, чтобы было видно разницу в оттенках, что он смешивается, ну, по мне смешиваются они хорошо, так, что там-то, вот, в принципе, мне пока ничего сказать, про них еще больше нечего, хорошие карандаши, вот, видите, получается третий цвет у нас здесь, сейчас попробуем еще раз, да, вот, смотрите, ярче уже становится цвет и отличается, но если вам не видно, я сейчас чуть-чуть попозже это приближе вам покажу, чтобы было заметней, так, ну, пока что по слоям вроде бы много слоев уже наносится и не считала, к сожалению, но вы, думаю, на камеру сами это все увидите и поймете, сколько здесь слоев, ну, в общем, смешивать их можно, хорошо смешиваются, так, здесь я уже чуть-чуть поднажимаю на карандаш, наверное, скорее всего, была эта ошибка, можно было не поднажимать чуть-чуть, вот полностью у меня эти пробелы в карандашах не получается сделать, не знаю, в чем проблема, в чем причина, вот что выходит у нас, я надеюсь, что вам видно эту разницу в цвете, ну, не сильно, конечно, прям такая заметная, в живую лучше заметно это, так это получается, так, и с Пабло, ну, давайте, Пабло, Пабло, что тут можно смешать, ну, наверное, вот эти два цвета, как на листочках я смешивала, сейчас покажу, посмотрим, что из этого выйдет, карандаши, как я уже говорила, достойные и те, и те, я считаю, что если есть желание, можно помечтать о таких карандашах и купить их себе, вот, они все индивидуальны, есть разница и достаточно большая разница во всех карандашах, вот, так, ну, и вот такое вот у нас получается смешивание у Пабло, тут получается зеленый цвет, более естественный, натуральный, смешивая два этих оттенка, но они, по-моему, наслаиваются все-таки, по мне похуже немного, по сравнению с полихромосами, теми же самыми, да, с хубейнами именно, так, давайте еще зелененький этот попробуем, и они же жестко, ну, твердые эти карандаши, вот, но я люблю и мягкие, и твердые, как-то вот у меня нету определенной любви к одному, к одним, к одним, короче, карандашам, я люблю все и разные, так, блеска у Пабло меньше, чем у Хулбенов, но состав я их не помню, опять не посмотрела, к сожалению, вот, но я думаю, кто интересовался, тот и так это все прекрасно знает, в общем, так получается, смешиваются оба вида карандашей, достойная покупка, в принципе, буду раскрашивать, естественно, в удовольствие, завтра продолжу доделывать фон, а на сегодня я буду уже закругляться, хочу еще показать небольшие покупки сегодняшние, заходила после больницы в Temp, наш канцелярский магазин, так, взяла, как обычно, у меня вроде бы всего много, но что-то захотелось взять такие, вот здесь, ну, вот эти мне не нужны особо оттенки, да, вот понравились именно такие нюдовые, классные, эти три цвета, ну, только были в большом наборе, поэтому решила взять, пусть будет, в принципе, иногда пользуюсь, иногда бывает часто, иногда, конечно, реже, от Braubergs также в магазине взяла, здесь это лента, у нас невидимая матовая, давайте открою, покажу сейчас, вот, как-то раньше не задумывалась, но сейчас стала чаще акварелью раскрашивать и поняла, что мне нужно все-таки, там, странички некоторые проклеивать, чтобы в корень, допустим, ну, в корень, что я говорю, чтобы, короче, если, допустим, крашу, здесь вот проклеивать и сюда не заходить, кстати, раскраска, мне кажется, быстро развалится, хоть она и прошита, но она еще склеена, и вот здесь, видите, когда раскрываешь, какие-то дефекты есть, вот, тут еще не конечный результат, поэтому не обращайте внимания на то, как там все выглядит, и также вот такие вот клеевые точки взяла, это у нас, сейчас посмотрим вообще, что это, что здесь, что к чему, как она работает, конечно, тут по качеству видно, да, разница в рулоне, большая достаточно, так, ну, тут какие-то точки, а, поняла, что это, это как двухсторонний скотч какой-то, слушайте, интересно, ну, может быть, для чего-то и понадобится, где-нибудь, наверное, найду применение, на упаковке это вот так выглядит, конечно, все, типа, красиво, 200 штук, 10 миллиметров в диаметре, но что-то как-то вот не очень, ну, в реальности качество немного совсем другое, да, видите, какие здесь точки неровные, косые, кривые, да, конечно, смешно. Также взяла две линейки, мне для, ну, чтобы чертить органайзеры, взяла такую гибкую, мне нужно было именно 20 сантиметров, у меня есть 15 и 30 сантиметров, а мне нужно было 20, потому что, ну, 15 мало для скетчбуков, 20 самое то как раз-таки, а 30 слишком большая и неудобная, ну, и одну взяла вот такую уже именно как с рисунком, с выбитым, ну, не с выбитым, вообще с рисунком, симпатичненькая, вот, да, и, знаете, мне девчонки постоянно бывают тырят, я даже не замечаю, как они со стола стаскивают, вот, поэтому лишний тоже не будет, так что две взяла. Есть в гибких неудобства, то, что за счет того, что они гибкие, да, их, получается, можно чуть-чуть криво сделать, вот, и ее надо протереть, какая-то она грязная. Короче, такие вот две еще линейки. Дальше точилочка, такая вот мимимишная, классная, по-моему, тоже от Брауберг или, а, Вистартист, а, Бруно Висконти, вот, одинаковые созвучные названия, поэтому тут уже, знаете, запутаешься, что, что, как называется. Зачем взяла? Да хочу попробовать еще вот эти квадратные карандаши, поточить какой-нибудь другой, ну, и как можно было мимо такой мимишности пройти, скажите мне, пожалуйста. Мне кажется, невозможно пройти мимо таких точилок. Она, конечно, маленькая, там были с двумя еще делениями, но не такая была. Она была со стеркой, короче, мне не надо. Но здесь тоненький вход, я думаю, что здесь, скорее всего, эти карандаши не врезут. Но мы с вами сейчас попробуем, почему бы нет. Ну да, их тут не заточишь, для этих карандашей не подойдет точилка. Так, для... Так, давайте попробуем вот эти. Но я точить его не буду. Так, чуть-чуть прокручу. Вроде точит, и так неплохо. Ну, я имею в виду, не по карандашу я это определила, а потому как крутануло. Ну, а вот синенький можно вот этот заточить попробовать. Это холлбейны, кругленький. Так, интересно, точит. Тоже сильно затачивать не буду. Ну, я так понимаю, что будет длинный грифель, скорее всего, от заточки. Вот. Так. Первая заточка уже карандаша произошла, хоть и не полностью. Короче, такая мимишность. Да. Плохо, что не под эти карандаши не подошла. Ну, как бы я уже говорила, показывала, да, что я точу обычной фитспрайсовской. И вот этой вот точилкой есть черная, есть еще бордового цвета. Вот. Поэтому, в принципе, проблем с этим нет. Ну, и взяла вот такую вот папку. Ну, во-первых, оформление. Во-вторых, такой интересный формат. Ее можно как... Я забыла, как называется эта штука. Использовать, когда читаешь где-то что-то. Ну, я в смысле, выступаешь на каких-нибудь конференциях и так далее. Я, конечно, на конференции не собираюсь, но, в принципе, у меня будет защита дипломной. Возможно, что такая мне понадобится штучка. А может, и не понадобится, кто знает. Вот. Ну, что-нибудь все равно я сюда применю. Буду складывать. Так. Такая вот. Ага, зажим не открывается полностью. В смысле, открывается, но нужно самому вставлять сюда как-то листы. Ну, или буду тоже какие-то документы хранить. Возможно, может быть, если что-то не собираю... Ну, не буду прошивать какие-то работы, иллюстрации, то, возможно, что еще и... Как его скажите? Я скажу. То тогда, возможно, буду что-то из... Или готовые иллюстрации, которые в PDF-ке буду раскрашивать. Может быть, буду сюда тоже так складывать. Там уже посмотрим. А, и забыла. Последняя еще вот вещь. Взяла вот такой медиум от Невской палитры. Для акварельно-художественных красок. Я не знаю, для чего он. Я не читала. Просто ходила, смотрела, думаю, ну, какую-нибудь прикольную штуку для акварели надо взять. Ну, и, естественно, взяла. Сейчас посмотрим, что здесь пишут. Медиум на основе водного раствора, там, к чего-то-то, короче, предназначен для разведения акварельных художественных красок. При использовании медиумов возрастает яркость и разносимость красок, увеличивается время их высыхания. Возможно, появление блеска на поверхности работы. Медиум может использоваться как в чистом виде, так и разведенном виде. При хранении допускается образование значительное, ну, тут понятно. При попадании на кожу нет кисти, инструменты сразу после работы промыть водой. Ну, в общем, такая вот штука. Я почитаю, что к чему, вот, как бы, можете не утруждаться, не писать. Но если есть какие-то секреты, как работать медиум, именно секреты. Не стандартная его работа, а секрет какой-то, да, то, конечно, можно поделиться. А если стандартную какую-то работу описывать, то не надо. Я в интернете почитаю. Не утруждайтесь, не тратите свое время. Потому что, я думаю, что, чтобы объяснить, как им работать, нужно будет большое количество времени. Так, ну вот, на сегодняшний день все. Это были последние покупки. И в этом ролике больше уже тоже покупок не будет. Ну, а на этом я буду завершать данный хобби-влог. Если он вам понравился, то обязательно поддержите его лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем большое спасибо за просмотры, за подписки, за то, что вы со мной. И всем пока-пока, до новых встреч.